что ему сожгли мошонку, как бы, электрошоком. А, да-да, нет, факт, Тесак сам убийца, который заслуживал всё, что с ним в жизни произошло. Значит, смотри, вот тема про Тесака, короче. Тут спрашивали, много было вопросов про Тесака и про то, поменялось ли у тебя отношение вообще к истории. Ну, я напомню, да, небольшую предысторию, она связана с тем, что у тебя был один из роликов, где ты говорила, ну, то есть там якобы люди говорили, что вот, Навальный, он поступил неправильно, что он на Тесака написал заявление, он этого делать был не должен. Вот Латынина, она хорошо поступила, правильно, как настоящая либералка. Ну, кстати, она себя и либертарианкой тоже, я помню, иногда называет. В общем, что она не стала писать заявление на Тесака. То есть она поступила более порядочно. На что ты ответил, что вот в Америке был тоже аналогичный кейс, когда там какой-то, значит, негр вошёл с автоматом в церковь, его там, значит, застрелили и поступили правильно. И вот если бы там в России было возможно там, значит, оружие как-то иметь и использовать, то тоже с Тесаком нужно было так же поступить и так далее. В чём здесь проблема? В чём проблема этой позиции? Проблема в том, что Тесак, он пришёл на открытые дебаты, на которые, в принципе, мог прийти кто угодно. Он никого там не избил, он воспользовался своим правом задать вопрос, он задал вопрос, собственно, там, если либералы не готовы умереть за свои убеждения, то тогда зачем вообще всё это нужно? Дальше он несколько раз крикнул, там, зиганул, и всё, и он вместе со своими сторонниками покинул это самое мероприятие. То есть, грубо говоря, никто не пострадал, никто не был избит, никто не ворвался в закрытое помещение, где двери, там, не знаю, они бойкотировали, блокировали двери, чтобы Тесак туда, не дай бог, не вошёл. Это был клуб, это была пивная, это были открытые дебаты, куда мог прийти кто угодно высказать свою позицию. Собственно, именно поэтому Латынина не стала писать заявление на Тесака, а Навальный написал. Ну, а дальнейшее развитие событий мы знаем, да, Тесак сел один раз, потом сел второй раз, и в итоге вот самоубился хитрым способом, связав себе руки за спиной, вставив перуши, и, значит, зажав лезвие между пальцами ноги, предварительно зубами вырвав себе ногти на ногах, он, значит, ногой себе перерезал шею. Вот, то есть такой Гарри Гудини от мира самоубийства. Вот что по поводу Тесака и по поводу вот этого кейса с Навальным, и с заявлением Навального на Тесака ты мог бы сейчас сказать? Тесака, разумеется, убили в тюрьме. Это ставить под сомнение нельзя, как бы, факт. Тесак сам убийца, который заслуживал все, что с ним в жизни произошло. Моя позиция по частной дискриминации и тому, что произошло на дебатах, я на этих дебатах присутствовал, я все это был жильем, я видел, как Тесака просили покинуть помещение, он помещение не покидал, прикрываясь в том числе защитой государства, который не позволяет людям обороняться. Я не знаю, стали бы они обороняться, потому что там был полный зал либералов, но я знаю, что если бы это был либертанский зал, то я бы хотел, чтобы у меня была возможность обороняться от подобных людей. Ни капли вообще жалости по Тесаку не испытываю. Ну, то есть как бы как персонаж какой-то публичный, он, конечно, был интересен, по всей видимости, искренен, но от того, что убийца был искренен, меняется не так много. Ну, по поводу того, что он убийца, ты же в курсе, да, что вот эти все показания, они под пытками были получены, и даже с точки зрения расследования базы, они дословно написали, что ему сожгли мошонку, как бы электрошоком. То есть, мне кажется, в таких условиях кто угодно признался бы, почему угодно. Тут просто снова, да, то, что происходило с Тесаком в тюрьме, это пиздец, об этом нужно рассказывать, это преступление. Действительно, человека пытали действительно, ну, зверски абсолютно. То, что в России это сегодня происходит, это чудовищно. Никакого сомнения в том, что этот человек убивал, тоже, по-моему, быть не может. Помимо того, что он, возможно, по каким-то пунктам себя оклеветал в том же самом расследовании базе, базе написано, что он точно указал, где были похоронены трупы. Например, откуда он еще мог знать. Ну, следователи ему дали, собственно, эту информацию. Ну, поедешь туда, ты покажешь на такое-то место, все. Это очень просто работает. Хорошо, ты считаешь, что он себя говорил? Нет, я не знаю, я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Как бы лично у меня никаких симпатий к политическим взглядам Тесака и к самому Тесаку нет. Я просто считаю, что вне зависимости от политических взглядов пытать людей в тюрьме – это неправильно. Пытать людей в тюрьме… Это, во-первых. А во-вторых, я считаю, что в ситуации, когда Латынина поступил одним образом, а Навальный поступил другим образом, я в этой ситуации однозначно больше симпатизирую Латынину. Я считаю, что Латынина поступила правильно, когда она отказалась писать на Тесака заявление в тот раз. А Навальный поступил неправильно. К тому же он писал заявление на Тесака по 282-й статье, хотя сам до этого публично, он ходил и на русские марши с этими же самыми националистами и требовал отмены 282-й статьи, хотя сам потом же по ней писал заявление. А здесь противоречия вообще никакого нет. Нет, нет, она абсолютно последовательна. То есть, возможно, в голове у Навального она непоследовательна. Моя позиция абсолютно последовательна. Я считаю, что оппозиция в России должна пользоваться теми законами, законами в кавычках, которые нам спускает государство. Всегда нужно играть по тем правилам, которые нам навязаны, либо мы будем проигрывать. Гражданское общество и так находится в очень невыгодном положении по отношению к государству и к людям, которых это государство пытается использовать в своих интересах. И те инструменты, которые нам доступны, мы должны их однозначно использовать. Нет противоречия в том, чтобы выступать против 282-й статьи и пользоваться ей, пока она существует, для того, чтобы затыкать рты агентам государства или людям, которые по какой-то причине начинают отстаивать его интересы. Здесь нет противоречия вообще никакого. Я выступал против 282-й статьи тогда, когда все были за практически, кроме самых ярых националистов. Еще в 2010 году, понимаешь, на митинг ходил, в 2008 году ходил на митинг. Но ты же не писал заявление ни по кому? Не написал, но я не считаю, что... Но ты допускаешь для себя такую возможность на кого-то написать? Я для себя допускаю возможность написать по 228, или как там эта статья называется, по любой статье, например, против члена Единой России. Вот прямо сейчас сяду, если мне это придет к какому-то... Против... Ну, с членами ЛПР у меня заключен договор определенный, да? Против людей, которые... То есть против членов ЛПР по 228 нельзя писать заявление? Нет, но они составят со мной в контрактных отношениях. Окей. Других совсем правовых. Против агентов государства, разумеется, да. Я считаю, что это нужно делать. Я вообще хочу коллективные иски такие увидеть. Потому что пока от этих исков не начнут страдать люди, которые поддерживают государство, подобные законы будут только увеличиваться. Ну, то есть ты как бы не считаешь в позиции Навального что-то неправильного конкретно в этой ситуации? Ну, я знаю, что меня за это критикуют. Это для меня принципиальная позиция. Позиция, что мы можем пользоваться против людей, которые выступают на стороне государства, теми законами, которые это государство спускает на нашу голову. Однозначно можем. Здесь нет никакой моральной дилеммы. Почему Навальный не стал поднимать тему убийства Тисака в Европарламенте? И почему вообще он молчит на тему убийства Марцинкевича? Ведь эта тема принесла ему большое количество политических очков. По-моему, наоборот, унесла большое количество политических очков в глазах националистов, которые, в принципе, поняли, что с Навальным что-то не так. Значит так, полная ерунда вопрос. Вы не понимаете, как работает политика. Это было бы политическое самоубийство со стороны Навального, что-либо говорить про Тисак, во-первых, потому что я сейчас повторяю. Окей, я же справедливо заметил, что доказательства, полученные под пыткой, могут не иметь отношения к реальности. У меня лично, я не могу этого доказать. Мало сомнений, что Тисак людей убивал. И с его биографией, с его доказанной, это уже на видео есть, избиением людей, избиением, похищал каких-то таджиков, дичью, в общем, какой-то занимался. Это не мученик. Нет, насчет посещения таджиков, это как раз часть вот этих показаний, которые под пытками были добыты. Ну, он избивал людей в метро, я видел эти записи еще. Это да, но там не было похищения, там да, там кто-то кого-то избивал, да. Просто в американском законодательстве есть такое понятие плоды гнилого дерева, то есть если вы какие-то доказательства получили с незаконными способами, то они не могут быть представлены в суде. Да, разумеется, но помимо вот той элегистской позиции, которую протранслировал Ежи, да, есть еще позиция политическая, где Тисак однозначно является токсичным активом. Да, это максимально токсичный человек. Навального сейчас кинцелят на Западе за какие-то его высказывания десятилетней давности. Если бы он что-то сказал про Тисака, это бы полностью уничтожило поддержку на Западе у него. В России причем бы не выиграло однозначно, не нужно тешить себя этим. В России бы точно так же убило. Ну, вообще, да, если бы в Европарламенте Навальный за какого-то человека, у которого есть репутация неонациста, выступал бы, да, это было бы очень странно. И мама Альбатса, она бы его наругала, сказала, что же ты, Лешенька, что же ты делаешь? Я сейчас, да, обратите внимание, я сейчас неценностное суждение выносил, я сказал, как это работает с точки зрения политики. Это была бы политическая ошибка в западном контексте, это была бы, разумеется, политическая ошибка в российском контексте. Вот все вот эти разговоры о том, что, значит, Тисака был народным лидером, ну, давайте по чесноку, это прямо скажем, очень далеко от реальности. Ну, среди каких-то слоев молодежи, радикально настроенный, очень немногочисленный, да. Ну, знаешь, в условиях всяких апогея экономического политического кризиса, вот эти партии политических радикалов, они, значит, как ком, который с горы, короче, катится, они увеличиваются лавинообразным образом совершенно. Просто пока все стабильно, люди смотрят в интернете, такие смеются. Да, вот ролики какие-то смешные, там, окупай, а когда на улице, там, происходят какие-то плохие события, они выходят, собственно, ну, когда там совсем есть нечего, я не знаю, холодильник победил телевизор, или вот события аналогичные манежки, например, той же в России. С этим я не спорю, но, Тисак, это политически максимально токсичный актив. С этим спорить, по-моему, глупо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok